привет друзья мы продолжаем обсуждать рационы известных людей вы продолжаете писать свои комментарии и как вы видите наверное я все больше и больше стараюсь учитывать ваши комментарии за последние наверное 4 5 6 я не знаю уже сколько выпусков вновь и вновь звучит имя этого человека этого человека нет уже в числе живущих но этот человек легенда наверное даже большей легенды сложно себе представить его имя и его судьба окутаны таким количеством мифов мистики что не обсуждать не вспоминать этого человека невозможно он действительно является супер звездой единоборств всех времен и супер легенды я конечно же говорю о бриусе ли и мы сегодня рассмотрим постулаты питание которые он сформулировал в конце своей жизни хотя ему было всего лишь 32 года и он находился в пике своей формы именно пик его формы мы будем рассматривать с точки зрения того какие постулаты он проповедовал никаких привычек питания он придерживался итак поехали любимое блюдо бруса ли исходя из интервью которые давала его супруга линда она говорила что больше всего брус ли любил мясо сейчас я не знаю правильно ли я назову это блюдо в общем это мясо жареное в устричном соусе и сегодня друзья я даже произнеся название этого блюда не представляю как это как я смог бы это приготовить на сегодня я попытаюсь это сделать потому что мы подготовились виктория юшкевич мне помогала мы читали литературу всевозможную попытались сформулировать какой-то приемлемый рецепт для вас для того чтобы приготовить любимое блюдо бруса ли мясо в устричном соусе давайте попробуем это сделать сначала я расскажу вам какие ингредиенты значит мясо желательно вырезку его нужно побить побить нечем сбить буду обратной стороной ножа я не знаю кто так бьет вот вика мне сказала что так делать можно короче буду колотить вот это мясо сейчас ребят так мне нравится такая физическая нагрузка туда вот так вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот так вот так вот так вот так вот так 350 250 граммов мяса отбито, чеснок, три чесночины, было сказано. Ребят, я надеюсь, что все из вас, кто готовить умеет, все-таки снисходительно, относятся к моим попыткам. Дальше, ребят, смотрите, перчу, перчу, это же перец, я что-то не пойму, это не очень много я поперчил. Так, теперь кладем это, я уж не знаю, на этом ли этапе надо класть. Ну, я вообще-то рад, что сегодня будет мясо, мне хотелось мясо поесть. Теперь, смотрите, значит, это мясо, столовая ложка соевого соуса. Дальше, друзья, для всех, кто многократно задал вопросы про алкоголь, 2 столовых ложки саке. Сюда же, удивительно, не знаю, что это даст, но, наверное, что-то даст. О, запахло алкоголем. Еще говорилось, что нужно вылить сюда растительного масла, столовую ложку, но мне не хочется растительное масло, мне не хочется масло, в принципе, сюда лить. Могу ведь не лить, Вик? Масло не буду лить. Ну и самое главное теперь, устричный соус. 2 столовых ложки устричного соуса. Что, прям сюда, что ли? Да? Волеваю? Странный запах. Ну, смотри, оно потемнело сильно. Мне кажется, мясо готово, на самом деле. Вот, и последним этапом бросаем сюда шпинат. Шпинат, я так понимаю, чтобы он свои свойства сохранил, его долго не надо, да, здесь греть. Все, теперь закроем и все. Так, прошла минута и достаем. Ну вот, похоже, действительно, на китайскую кухню. Ну, друзья, самая интересная часть программы для меня, это попробовать. Не, ну, мясо-то понятно, вкус мяса нам известен. Я чувствую чеснок, чувствую там соевый соус. Вот, саке, не чувствую. Чувствую вкусно, есть можно. Ну, в общем, я не скажу, что это что-то невероятное, но, наверное, надо быть более тонким ценителем восточной кухни. В любом случае, это любимое блюдо Брюса Ли, и уже из уважения к нему можно отведать это, и, в общем-то, получилось неплохо. Дальше, 6 постулатов, сформулировал Брюс Ли. Правило номер 1. Избегайте пустых калорий. Что здесь имеется в виду, что имел в виду Брюс Ли? Под пустыми калориями он понимал те продукты, которые поставляют человеческому организму энергию и калорийность, но больше никакой пользы, на его взгляд, не несут. Например, кондитерские изделия. Вместо углеводов, поступающих в организм в форме, как раз в виде кондитерских изделий, то есть сахар плюс сложные углеводы, но это мука, которая вообще, ну, сами понимаете, мучные продукты, это, конечно, не супер тема. Так вот, вместо этих так называемых пустых калорий Брюс Ли предлагал получать сложные углеводы из таких более привычных и базисных, что ли, продуктов, как спагетти из грубых сортов пшеницы, дикий рис и та же самая овсянка. Правило Брюс Ли номер 2. Ешь меньше, но чаще. Очень знакомое правило, всем оно давно известно, но, возможно, в конце 60-х, начале 70-х люди этого не понимали. Приятно повторить еще раз то, что надо совокупный объем съеденной пищи в течение суток разбить на максимальное количество минимальных приемов по объему. Правило номер 3. Мед и женьшень. Брюс Ли готовил себе энергетические напитки на съемки и на тренировки, и многие люди, как, например, его коллега по съемкам в фильме «Игры смерти» Карим Абдул-Джабар подтверждал, что Брюс Ли в перерывах в съемочном процессе поднимал уровень энергии тем, что пил заранее заготовленный напиток, в котором на чайной основе, в основном, иногда просто в воде размешанный мед с добавлением женьшенья, либо чай с добавлением меда и с добавлением женьшенья. Брюс Ли не раз подтверждал сам, что когда я чувствую, что моя энергия падает, я выпиваю этот напиток и тут же чувствую, как по его словам «вум», и энергия пришла. Теперь правило номер 4. Сбалансируйте свою диету или сбалансируйте свое питание. Что здесь имелось в виду? Имелось в виду та самая пропорция между белками, жирами и углеводами, о которой мы с вами уже говорим так много. Вы знаете, ребят, вообще небольшое отступление, конечно. Когда читаешь правила питания на заре, спортивной диетологии, так скажем, потому что вы сами понимаете, что в конце 60-х, начале 70-х, вообще не было такого понятия, как спортивное питание. Были люди, которые занимались спортом, без сомнения, и которые пытались питаться правильно. Литературы не было в таком объеме, как сейчас. И вообще мир был совершенно другой с точки зрения фитнеса и спорта. То есть мы с вами сейчас имеем такой объем гигантской информации, что нам кажется, что когда мы, значит, слышим вот эти правила, как, например, да, правила Брус Ли в конце 60-х годов, что это какие-то простейшие вещи. Но эти простейшие вещи, во-первых, верны, во-вторых, в те времена были абсолютно гениальны и необычны. Так вот, Брус Ли уже тогда понимал, что белок должен находиться в питании в правильной пропорции с другими питательными элементами и предлагал еще в те времена норму белка использовать 1 грамм на 1 фунт веса тела. Таким образом, мы имеем 2,2 грамма на 1 килограмм веса тела. Мы говорим о белке сейчас. То есть достаточно высокая пропорция. Здесь уместно будет вспомнить то, что Брус Ли весил 61 килограмм при росте 171. То есть, в принципе, человек небольшой и, соответственно, он принимал порядка 120-150 максимум граммов белка в сутки. Теперь пятое правило. Пейте чай. Брус Ли, как настоящий человек с Востока, конечно же, чай любил. Применял множество сортов в своей диете и в своем рационе. Но любимый сорт, который он применял, называется Ли Ча. И правило номер 6. Это используйте спортивные добавки. На тот момент, я думаю, что спортивной добавки практически не было. Люди, чего только я не слышал вообще про те времена, во всевозможной литературе, чего только не читал. Люди и пивные дрожжи там с чем-то мешали. И, значит, сухое молоко мешали. Да, в принципе, и у нас в советские времена я в детстве еще застал вот эти всякие диковинные коктейли. Вот эти первобытные практически коктейли, я бы сказал. Но в случае с Брюсом Ли, он все-таки жил в Калифорнии. И уже появлялись некоторые протеиновые коктейли. Брюс Ли, опять же, по словам очевидцев тех времен, готовил себе по особенным рецептам протеиновые коктейли. Пил их два раза в день. Брюс Ли был убежден, что нужно принимать витамины и мультиминералы. Уже тогда такие добавки, естественно, существовали. То есть витамины популярны достаточно давно. Он полагался не только на обычную, привычную всем пищу, но и на добавки. И это шестое правило его диеты. Я благодарен вам за ваши комментарии, ребят. И ваш вклад неоценим. Так что продолжайте писать и ждать следующих выпусков. И мы увидимся с вами очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok